Привет, в данном видео я расскажу об новом персонаже принца в костюме, и о том, насколько этот персонаж убил баланс и сделал Сулнайт слишком легким. Ну начнём, но перед началом небольшая рекламная пауза. Советую вам зайти на мой Discord сервер, на нём ты сможешь пообщаться с другими людьми, поиграть в мультиплеер, а также найти новых друзей. Ссылочка как обычно в описании. Персонаж стоит всего лишь каких-то 12 тысяч самоцветов. Почему всего лишь? Да потому что это неправданная цена за такого персонажа, ну он слишком сильный. Стой, если ты искал как приобрести донат Сулнайт по приятным ценам, советую тебе магазин из Кассел. Кроме того, что вы можете приобрести навыки, скины, персонажи и многое другое по низким ценам, у нас уже почти 1000 отзывов. В честь этого мы запускаем промокод и сейчас вы можете приобрести приятные бонусы при покупке. Поэтому если ты давно хотел приобрести донат Сулнайт, ссылка на магазин будет в описании в закреплённом комментарии. Персонажи есть неплохие статистики, а именно 4 здоровья и 5 брони. Есть также хорошее стартовое оружие, у которого при долгой атаке есть разгон. То есть по механике оно напоминает оружие Красный Дракон, а по атаке H2O Инженера. Далее у него есть навык, и вот на этом баланс, как по мне, в игре исчезает. Данный навык даёт ему временную стадию босса Король Слизней. Вместе с ней он временно получает волшебные перчатки. Это именно оружие данного босса, причём оно имеет легендарную редкость. У данного Слизня много здоровья, то есть чтобы его снести на перво-вторых локациях, враги должны дать 10, а то и более ударов, что, как по мне, уже слишком сильно. А теперь здоровье этого Слизня даже со временем никак не изменяется. Ну, то есть чтобы тебе убили враги, скинули с данного Слизня, они должны конкретно тебя убить. А если ты умеешь хорошо выращиваться и пользоваться возможными преградами, то тебе враги даже не факт, что смогут убить за весь этаж и скинуть с этого Слизня. Ну ладно, допустим, если они даже и скинут. Возможно, вы подумаете, может у него долгая перезадка самого навыка, потому что это бы компенсировало такую же участь. А нифига подобного. Перезадка навыка происходит моментально, то есть это где-то 2-3 секунды. Даже если ты будешь в полной жопе из атак, то за эти 2-3 секунды твои 5 брони и 4 здоровья враги вряд ли это и снесут. Да, это, конечно, всё говорится с полной прокачкой, а сама прокачка не такая уж и дешёвая, но я думаю, это стоит того. Я бы даже потратил все свои самоцветы, лишь бы прокачать. Единственное из минусов, то что он может иногда не проходить некоторые проёмы со стенками, но в целом это не такая проблема, потому что ты можешь просто слезть с этого Слизня, и он очень быстро восстанавливается, но всё-таки этот минусик небольшой есть. На примере объясню, как он, кстати, к примеру, ломает баланс. Вот, допустим, ранее Алхимика или Паладина считали лютый имбой. У Алхимика большой урон от первого навыка, а у Паладина неуязвимость. И это учитывая, что эти персонажи всё равно были очень уязвимы. Ведь навык Паладина перезаряжается достаточно долго, а у Алхимика вообще нет никаких неуязвимостей. А теперь представьте, насколько легко за него будет проходить охоту на боссов. Без оружия, убойную охоту без оружия, на корняк обычный забег и забег с убойной сложностью. Всё это с данным персонажем станет настолько лёгким, что это всё обесценит старания других игроков, потому что волшебные перчатки это очень сильное оружие. И оно вносит колоссальный урон, плюсом оставляет эффекты на полу после атаки. А ещё забавное, что персонаж стоит всего лишь 12 тысяч самоцветов. И при этом он сильнее всех персонажей, которые есть в игре. И даже за донат. То есть, если ранее многие донатные персонажи были преимущественно лучше, чем бесплатные, ну там некоторые бесплатные были чуть-чуть получше иногда, то сейчас, по сути, один персонаж получается лучше всех донатных. Даже паладин не настолько крутой, как этот. Как по мне, убивает логику и стоимость персонажей, особенно донатных. Потому что у нас смысл их покупать, если у тебя есть бесплатный лёгкий персонаж, которого можно бесплатно за самоцветы в игре получить, так плюсом он ещё и сильнее донатных. Я не понимаю эту логику. Также другие персонажи за самоцветы, они тоже намного слабее. Ну, буквально пару из них может быть, ну, плюс-минус на уровне. И легендарки даже поблизи тут не стояли. То есть, надеюсь, вы поняли, как персонаж одним своим присутствием убил весь баланс. В сути, это не совсем правильное утверждение, потому что в игре нет баланса, но это неправильно, когда какой-то бесплатный персонаж будет намного сильнее какого-нибудь донатного персонажа, который нужно покупать за реальные деньги. Возможно, кто-то подумает, что это хорошо, что наоборот разработчики заботятся о фри-ту-плей игроках. На самом деле, это не совсем так, потому что для тех, кто покупали персонажей за донат, это будет совсем неприятно. И как по мне, это надо исправлять. Что бы лично я сделал? Ну, во-первых, я бы 100% добавил уменьшение здоровья на стадию короля снизня. Это, если что, его навык. То есть, здоровье со временем пропадало, но при этом сделал бы чутка больше здоровья этой стадии. Отнимало бы оно здоровье так, что через секунд 13 данная броня сама по себе бы уничтожалась. Также я бы сделал восстановление навыка не 2-3 секунды, а хотя бы 4-5, а то и 6. Ведь для данного навыка 2-3 секунды, как по мне, ну слишком мало. Ну и, возможно, я бы сделал ограниченное количество использования его суператаки, когда данный слизень прыгает и атакует пулями вокруг себя. То есть, за забегах можно было выпустить 15-20 и не более раз. Что, я думаю, сделал данного персонажа сбалансированным, но при этом не сделал слишком слабым. То есть, он остался бы сильным, но не настолько. Потому что сейчас за данного персонажа умереть тяжелее, чем выжить, и это факт. Я, кстати, угарнул с того, что на данного персонажа добавили скин и уже из старой линейки под названием «Безумие роботов». Если честно, впервые вижу, что в старой линейке добавляли новый скин нового персонажа, который вышел уже 9 месяцев после последнего скина в данной линейке. Сам скин в целом прикольный, ничего сказать не могу. Но, в принципе, мне стартовая моделька, возможно, даже чуть больше нравится, чем этот скин. Также немного хочу поговорить про новую мини-игру. Когда это только показали, я удивился и был рад, ведь в игре что-то прям нового не добавляли уже давно. Но вот когда я увидел реализацию, то мои глаза чуть не закатились обратно. В первый же день был баг, с которым здоровье противника этого персонажа уходило в минус. Даже если ты его убивал, то все равно ты проигрывал. Также я не понимаю почему, но противник какого-то хрена может спокойно вылетать за край карты, что по мне ненормально. Также на Йоси был небольшой баг, из-за которого при заходе в этот режим твоя игра тупо крашилась. Его пофиксили буквально через день, что, как по мне, достаточно много для такого, ну, сильного и неприятного бага. Сам режим я не проходил, но со слов моего знакомого с канала The City Dolphin, режим просто скучная фигня. Ты просто смотришь, как твой персонаж сражается с противников, сравнив это с геймплеем Clash Mini. Ну и в целом, смысла играть в этот режим, кроме как бесплатного скина на Шахтера, я думаю, нету. Ведь это очень скучно. В целом, я все сказал, к сожалению, новое обновление также не оправдало мои ожидания, как я думаю, возможно и у вас. И это обновление, так же как и 5.3.0, стало провальным. Ну, будем надеяться, что обновление 6.0 будет намного лучше, чем эти два обновления. А вообще, будет хорошо, если оно будет лучше, обновление 5.0, ведь 5.0 вышло очень удачным со всех сторон, и покуда что за последнее время лучше, вместе с обновлением 5.1. На этом мое поливание цветов подошло к концу, не забудь закинуть лайк, оформить подписочку и оставить комментарий. Спасибо, что досматриваешь видео до конца, мои зрители.